Задача была снять игровую зависимость, которая… Игровая зависимость бывает разная. Бывают люди, которые торчат от этого, ну просто им в кайф этим заниматься. Они не ради денег, они в казино там получают удовольствие. Иногда, конечно, они не рады, что их понесло, поперло, они откуда-то подоставали, поодалживали, и потом это надо отдавать. Но в целом это положение их устраивает. Хотя не устраивает, возможно, многих из его, или ее окружения. А здесь была такая чуть другая история, подросток, который три или четыре раза заходил в казино всего в жизни. Но все эти три или четыре раза были связаны с тем, что он проигрывал чьи-то чужие деньги. Один, да, один раз, ну ему там лет 18 что ли было. А один раз там родители дали, говорят, вот дали деньги на курт. Куртку пойди, купи себе новую куртку зимнюю, вот зима приближается. Он идет с этими деньгами в казино, там в какие-то аппараты, значит, их закидывает, все проигрывает, идет, одалживает у друга. Говорит, одолжи денег. Думает, сейчас верну, все равно выиграю, и другу отдам, и куртку куплю. И деньги друга тоже просадил. Как бы в итоге неудобно ни перед тем, ни перед тем. Ну и три-четыре раза, причем первичная обычно подсадка происходит из-за того, что человек первый раз заходит, и ему сразу везет. Он зашел, чего-то там дернул, и у него дзык-дзынь-дзынь посыпались, или там, и он такой, нифига себе. И у него сформировалось убеждение, что как бы это работающая история для того, чтобы делать ксерокопию денег. У тебя есть деньги, ты зашел такой, приумножил. Ну, такой, конечно, странноватый взгляд на мир. Но смотрите, что произошло. Именно вот этот пункт, контроль цели, насколько цель зависит от тебя. Вот здесь оказалось слабое место, а я-то это понимал. Я когда выяснил, что он считает, что с помощью казино можно там умножать имеющиеся деньги на какой-то коэффициент. Я говорю, а как ты думаешь вообще вот от твоего везения, от того, к какому ты подойдешь аппарату, вообще от тебя, от самого? На сколько процентов зависит? Он говорит, мне кажется, процентов на 40. Я думаю, о-о-о, вот сейчас вот здесь слабое место. Потому что у человека знаний нету никаких вокруг этого. Я ему начинаю рассказывать, как это устроено. Я говорю, ты знаешь, что в любом казино, что бы там ни происходило, есть такое понятие, как фонд-казино и выигрышный фонд. И любая ставка тут же делится на две неравные части. Обычно 70 или 80 процентов – это то, что казино никогда не проиграет. Это их выигрыш. А 20 или 30 процентов идет в выигрышный фонд. То есть, если ты подошел и засунул куда-то там 100 рублей, из этих 100 рублей ты сможешь выиграть только 30. Для того, чтобы выиграть больше, чем 100, такие же, как ты, должны тоже туда прийти и оставить там какое-то количество денег. Более того, казино выгодно для того, чтобы… Ну, выгодно то, чтобы выигрыши были большими. Чтобы человек прямо увидел, что кто-то снял джекпот, что кто-то выиграл не 200 рублей, засунул 100, 200, выиграл и пошел. А засунул 100 и выиграл 50 тысяч. Вот это круто. Представь себе, сколько там нужно проиграть для того, чтобы выиграть 50 тысяч. И для того, чтобы увеличить шансы, тебе нужно постоять там и понаблюдать, на каком из этих автоматов просадят больше всего денег. Тебя пустят кто-то туда, ну, хотя бы на 5 минут, чтобы ты стоял такой, охранник подходит, говорит, скажите, а вы здесь что делать? А ты ему такой говоришь, да я просто посмотреть. Он такой, знаете, как это? Я только спросить. Вот это. Я нашел два контекста. Ты идешь в кино и говоришь, я только посмотреть. Или в бюро информации я только спросить. Так, разорвать шаблон людям. Подходишь к кассирше и говоришь, я только посмотреть. Можно? Вот. Ну, то есть нельзя. Вычислить не можешь, не дадут. И с этой всей историей я ее, давайте, чтобы вы поняли, рассказывал раза в 4 дольше. С нюансами. Я когда-то, мне было интересно, я программировал, когда-то делал покер такой сетевой. Я ему рассказал, как там, насколько случайным числом часто вообще выпадают выигрышные комбинации. Реально, очень часто, очень часто. Поэтому их надо не давать, для того, чтобы было интереснее. И не потрошилась касса все время выигрышная. И в конце этого всего моего треда, я его спрашиваю, как ты думаешь вот сейчас, насколько от тебя реально зависит, вот, когда ты понимаешь, на какие факторы нужно повлиять? Он говорит, ну, не знаю, там, везение, процента 2, наверное. Я говорю, все, я считаю, что наша консультация закончилась. Потому что если ты считаешь, что от тебя зависит всего 2%, ты не будешь этим заниматься. Убеждение о том, что это может как-то тебе помочь, оно становится очень слабым. Скорее проиграю с большой вероятностью 98%. Все. Поэтому здесь вот нахождение факторов, на которые не может повлиять человек, будет эффективным способом рушить его цель дальше.